У пса породы Алабай сегодня второй день рождения. Волонтёры фонда помощи бездомным животным «Вторая жизнь» нашли умирающую собаку в канаве. Пёс не мог даже подняться самостоятельно. Вполне возможно, что Алабая выбросили после жестоких собачьих боёв. Нам позвонили люди с микрорайона Чапаевка, Викшинского района, что у них во двор, туда, на район, пришла большая собака. Они её боятся. Очевидцы сказали после опроса соседей, местных жителей, что были собачьи бои. После того, как собачьи бои прошли, животное проиграло. Его выбросили с ужасными травмами, с ужасными ранами. У него были кровоподтёки, большая была опухшая голова. Потому что и у него, видимо, ему погрызли лапу переднюю, потому что там тоже была сильно опухшая. После обработки нашими волонтёрами мы туда приехали. Собака была обессилена настолько, что она даже не могла сопротивляться. Он просто лежал и рычал. После осмотра врачей были обнаружены пульки от пневматического пистолета. В него ещё стреляли. Сегодня раны на Алабае постепенно затягиваются. Судя по тому, как собака рычит и скалит зубы на оператора телекомпании «Отерар», пёс определённо идёт на поправку. Он идёт на поправку, но ему ещё нужен реабилитационный период, потому что собака жила в жизни крайней агрессивности. Естественно, у собаки психика расшатанная. Вот только как хозяин мог выбросить такое крупное агрессивное животное в общественном месте, в населённом пункте. Это просто мы успели взять его. А если бы он успел кого-нибудь укусить? В Казахстане закон запрещает жестокое обращение с животными. Однако организацию собачьих боёв трудно отнести к статье о жестоком обращении. Доказать ещё сложнее. Судьбой раненых, искалеченных, больных и никому не нужных животных больше полугода занимаются молодые волонтёры. В фонде «Вторая жизнь» работают 20 неравнодушных людей. Чтобы разместить всех животных, в арендованном доме началась активная стройка. Этот дом находится у нас на аренде порядка 50 тысяч, только стоит аренда. Это не считая того, что передержки, не считая того, что их нужно кормить, их нужно лечить, животных. Здесь нам нужно построить вольеры. На всё это нужен стройматериалы. Тоже были добрые люди, которые нам пообещали, вот уже выделили нам шифер. Ну, конечно, на всё этого не хватит, но с миру по нитке, может быть, мы всё и построим. На средства таких чутких шумкенцев выжил и раненый алабай, и старая среднеазиатская овчарка. Её нашли на улице. И это слепая малышка Хельга, которую из-за болезни глаз просто выбросили на улицу. Иногда здесь бывает испаниель Белла. У собаки тяжёлая болезнь, отказывают внутренние органы. Пёс проходит дорогостоящее лечение, и на сегодняшний день оно даёт результаты. Следить за жизнью фонда можно. Вконтакте «Помощь бездомным животным», Инстаграм «Помоги животным», «Киви кошелёк» 8702 307 0503.